Один месяц с iPhone XS Max, вот прям так сходу без подготовки, живые мысли, сейчас я вам все изложу, погнали! Итак, уже больше месяца назад я приобрел себе iPhone XS Max, сумма была значительная, почти полторы тысячи долларов, это версия Gold на 256 гигабайт 256 гигабайт брал осознанно, не 512, потому что не вижу смысла переплачивать за такой объем памяти, 256, мне кажется, это золотая середина Да и продажа этого смартфона, говорят о том, что люди предпочитают именно модель на 256 гигабайт брал именно версию Max, по той причине, что десятка у меня уже была Я приблизительно знаю, что это за форм-фактор, насколько он удобен, мне было просто интересно, что такое вот увеличенный iPhone с огромным экраном, об этом немножечко позже расскажу И сразу хочу сказать, что да, я заплатил большие деньги за этот смартфон, да, он себя оправдал с точки зрения контента, мы сняли большое количество видео Сказать, что я жалею, что я приобрел такой дорогой смартфон, я уже на самом деле не могу, на самом деле вообще за все время использования разных смартфонов Я разочаровывался в покупке всего лишь один раз, это было очень давно, в 2012 году, когда я купил себе HTC One V, One 5 он назывался Вот так, очень странный, дерьмовый смартфон, который дико тормозил, симпатично выглядел, я его вернул в магазин буквально там через 3 дня использования, потому что пользоваться им было невозможно В остальных случаях, что бы я ни покупал, я оставался доволен, то есть не было каких-то критических замечаний и даже вот в 2018 году Tennis Max за такую стоимость как бы дорого, но я уже, если честно, даже и забыл сколько он стоит Не то, чтобы я помню сколько он стоит, но я уже не обращаю на это внимания, я просто пользуюсь и получаю удовольствие К тому же, я знаю, что через год, когда я буду покупать новый iPhone, я смогу продать эту модель Ну, довольно прилично, да, по нормальной цене, все вы знаете, что продать продукцию Apple на вторичном рынке, это вот так, 5 минут просто ее забирают MacBook, iPhone вообще улетают с бешеной скоростью, если хочешь быстро, немножечко как бы цену опускаешь Если хочешь подороже, подождешь неделю, в любом случае заберут, у меня забирают его даже не на досках объявлений, а просто вот выкладываю в Telegram, в мессенджере по списку знакомых И сразу же, говорят, все, забираем, приезжаем, не вопрос, каждый год такое происходит, поэтому в этом случае я не парюсь То есть это, можно сказать, была такая маленькая инвестиция, которая, в принципе, себя оправдывает Контент снимался, получаю кайф от этого смартфона И самый часто задаваемый вопрос у аудитории, это какой же все-таки смартфон выбрать, обычный, да, XS, либо Max, насколько велика разница Скажу, что разница действительно очень велика в размерах И в случае удобства использования, конечно же, версия Max, она, ну, не настолько удобная, как обычная X, XS Это, мне кажется, вообще, вот, десятка и XS, это вообще идеальный стандарт смартфона с умеренно большим экраном, а при этом классными габаритами А еще, если вы часто пользуетесь камерой, снимаете видео, либо фотографии, то уменьшенная версия этого смартфона гораздо удобнее Но здесь есть некоторые нюансы, допустим, с большого смартфона, как показала практика, гораздо удобнее набирать сообщения Если вы пишете огромное количество сообщений в мессенджере, либо, как я, пишете огромное количество текстов в почте Иногда даже я пишу некоторые сценарии на смартфоне, когда нахожусь в дороге То в этом случае вот такой размер экрана, он действительно, правда, очень удобно набирать большое количество текстов Иногда даже бывает банально, я ставлю его на подставку, подключаю к нему клавиатуру от Apple, да, вот эту маленькую клавиатуру, которая идет отдельно Bluetooth-клавиатура, которая предлагается компьютером И набираю текст на нем, как такой вот экран Я даже в первый раз, когда он у меня появился, попытался сравнить экран этого смартфона с приставкой Nintendo Switch Когда я запустил игру, оказалось, что информации на экране iPhone помещается больше, чем на Nintendo Switch И учитывая то, что на iOS и вообще на продуктах Apple есть очень классные в App Store приложения и игры То, как игровое решение, вот такой огромный экран, это просто супер Я заново перепрохожу различные игры, Limbo и так далее и тому подобное И получаю невероятное удовольствие от игры на таком огромном экране Да, есть проекты, которые доступны, допустим, на iPhone, они недоступны на Android Увы, такое происходит Есть эксклюзивные различные приложения, эксклюзивные игры, допустим, программа для видеомонтажа Lumo Fusion, превосходное приложение И на таком большом экране можно реально очень быстро смонтировать видеоролик в 4K разрешении, Full HD разрешении Без разницы, поэтому, если для вас смартфон это, в первую очередь, мультимедийное устройство, на котором вы собираетесь развлекаться и решать какие-то задачи То покупка смартфона с большим экраном, она оправдана Следующий важный нюанс, это износостойкость смартфона Если вы следите за каналом, то знаете, что мы в первые дни уже умудрились разбить стекло камеры этого смартфона Вот в таком положении он стоял, когда мы его снимали первые видео на пляже, на деревяшке И он вот так вот упал плашмейно, что-то, видимо, попал и здесь пошла трещина Она, к счастью, не повлияла никак на фотомодуль, она никак, эта трещина не заслоняет сами объективы камеры Поэтому, с точки зрения фотовозможностей, я до сих пор продолжаю спокойно пользоваться Мне предложили заменить это стекло в сервисном центре, неофициальном сервисном центре И, в принципе, это сделать можно Единственный нюанс, этот смартфон придется полностью разобрать То есть, представляете, чтобы поменять эту стеклышку, нужно полностью разобрать весь смартфон Поменять этот модуль и заново его собрать И тут у меня возникает вопрос, а что будет с заявленной влагозащитой С другой стороны, вот сейчас у меня разбито стекло И я тоже не могу пользоваться смартфоном под водой, потому что боюсь Боюсь, что вода банально попадет под стекло и как-то заденет модули камеры Поэтому, что так, что так, я, в принципе, остаюсь без влагозащиты Но менять, не менять, я просто не хочу сейчас на какое-то определенное время оставаться без своего основного смартфона Ведь замена стекла займет, ну, какую-то часть времени Пока не хочется, может быть, со временем это решится К слову, цена вопроса замены этого стекла неофициальная, 60 долларов Это будет, понятное дело, какое-нибудь китайское стекло Но в любом случае, как показала практика, даже эпловское стекло, вот не такое уж оно и прочное, как они об этом говорят Просто под собственным весом 200 граммов упасть и расколоться Это странно, как по мне, поэтому, как есть, так есть, вообще не обращаю внимания и не парюсь Дальше продолжаю спокойно пользоваться Возможно, потом перед продажей просто заменю стекло и скажу человеку, что вот такая ситуация была Вот скидывай, сколько нужно, сколько считаешь нужным, там, стоимость этого смартфона Это во-первых Во-вторых, когда у меня была десятка, она у меня была в белом цвете, я заметил очень странную штуку Обычная десятка, то есть первый смартфон Apple в новом фармфакторе Произошла следующая штука Я его носил в чехле какое-то время И обратил внимание, что вот эта вот боковая часть смартфона, отполированная Спустя где-то пару недель использования в чехле дико зацарапалась То есть в нее попали какие-то микро, вот такие, знаете, песчинки, может быть песок, какой-то ворс И просто за счет такого легкого трения чехол очень сильно расцарапал мою первую десятку, десятый iPhone Сейчас я специально ношу чехол, чтобы понять, что произойдет с этим напылением И хочу сказать, что в случае с XS Max ситуация гораздо лучше Потому что я уже изрядно его поносил и без чехла, и в чехле, и в разных условиях он у меня лежал И корпус, и вообще вот это вот напыление стало гораздо прочнее Это реально факт Я сейчас сравниваю, я не вижу тех микроцарапин, которые были у меня на десятке за этот же период использования Поэтому с точки зрения обработки вот этой вот части Здесь все действительно неплохо поправили В общем, как и обычно, да, когда выходит первый смартфон Apple, он с косяками Выходит версия S, они что-то фиксят Что фактически изменилось в этом смартфоне, чтобы можно было сказать, что вот я вот перейду с десятки на XS Max И почувствую какую-то значительную разницу На самом деле, какие-то такие невидимые вещи То есть, вот, насколько быстрее этот смартфон, чем iPhone X Быстрее? Да, он быстрее Это ощущается, но это ощущается как-то, знаете, под кончиками пальцев Знаете, вот какое ощущение, когда вы садитесь в какой-то дорогой автомобиль, да, дорогой, мощный автомобиль И то есть, по его динамике, даже в обычном, как бы, режиме работы, даже в пробке Вы приблизительно чувствуете, что под капотом какая-то дичайшая мощь И вам даже не обязательно выжимать просто педаль в пол, чтобы это осознавать Здесь происходит абсолютно то же самое То есть, по какой-то вообще, по восприятию анимации По восприятию запуска приложений Ты понимаешь, что у этого смартфона под капотом какая-то необузданная мощность И ты даже не можешь себе представить, а где еще эту мощность можно, скажем так, задействовать В играх и так все прекрасно работало в предыдущем поколении смартфонов Даже iPhone 8 прекрасно работает с играми iPhone 8 Plus Замечательные до сих пор смартфоны, которые классно справляются с самыми тяжелыми приложениями Но здесь, вот, прям ты чувствуешь, оно рвется Она говорит, дай-ка жару, ну, в топи что-нибудь, запусти, чтобы я это все разворошил и запустил Я пока не знаю, как это использовать С другой стороны, всегда приятно осознавать, что у твоего устройства есть огромный запас мощности Это, ну, только со смартфонами связано Ведь люди покупают даже и спортивные автомобили, переплачивая огромные деньги Как раз ради вот таких вот ощущений, да Ведь человек мог купить себе просто какой-нибудь семейный, там, автомобиль Какой-нибудь, не знаю, хэтчбэк, либо что-то еще Как бы недешевый И, в принципе, точно так же ездить Здесь то же самое То есть вы покупаете смартфон с довольно навороченным процессором Потому что A12 Bionic это сумасшедший процессор Как показывают уже и синтетика, и фактические тесты Это очень быстрый процессор Apple еще выпустила iPad новый, в котором A12 Bionic, он еще мощнее То есть процессор действительно больной на голову с точки зрения скорости работы И могу сказать откровенно, я вот сейчас пользуюсь еще и Pixel 3 XL Вы это знаете, да, на 845 Snapdragon И относительно других Android смартфонов это быстрое устройство Но как только переключаешься между ним и iPhone, то понимаешь, что разница, она действительно очень большая Большая в скорости работы разница И по-другому и срабатывает анимация, быстрее разворачивается И какой-то просто, не знаете, какой-то вот такой ментальный запас мощности у смартфона Ощущается больше именно у iPhone Но при этом Pixel замечательный смартфон Кстати, я скрыл с него монобровь, теперь им вообще нормально можно пользоваться Самый главный косяк этого смартфона, как и большинства смартфонов Apple Это скорость зарядки Так получается, что я до сих пор не могу организовать в свои разные рабочие и нерабочие пространства Одинаково мощные блоки питания Одинаково подходящие кабели для быстрой зарядки Этот смартфон заряжается очень долго Единственное, что меня вручает, это то, что я часто езжу на автомобиле И он постоянно у меня стоит в доке и всегда заряжается Если я куда-то выезжаю без автомобиля, хожу целый день пешком То, да, его приходится подзаряжать от Powerbank И это происходит не очень быстро К тому же, для того, чтобы обеспечить максимальное время автономной работы этого смартфона Придется еще и руками много чего химичить, потому что Apple напичкала iOS различными функциями Которые необязательны для вашего использования И которые сильно жрут аккумулятор К примеру, функция экранное время, которая пришла к iOS 12 Она выжирает аккумулятор прилично Поэтому, если у вас включена эта функция, она включена по стандарту Желательно ее выключить И вы увидите прирост во времени автономной работы Также есть еще огромное количество пунктов в настройках смартфона Связанных с геолокацией и рекламой Сейчас я вам просто буду это все показывать, да, как это все выглядит Вы можете повторять за мной и увидите Сколько вещей стоит отключить в этом смартфоне Связанных с фоновой геолокацией Чтобы этот смартфон проработал еще дольше Когда вы все это дело отключите iPhone XS Max может работать прям четко весь день С утра до позднего-позднего вечера У некоторых может еще хватить даже до следующего утра В принципе, достойный результат Как и обычно бывает у всех максимально больших смартфонов Apple Перед тем, как записывать это видео Я хотел очень сильно критиковать iOS 12 Но произошла следующая ситуация Вышла iOS 12.1 Которые поправили большое количество багов Которые присутствовали просто в iOS 12 Да, это до сих пор не идеальная операционная система Она значительно лучше и значительно стабильнее iOS 11 Здесь даже и спорить нечего Огромное количество критических детских болячек Исправили в ней Однако были странные нюансы в работе Wi-Fi В работе сотовой связи В Wi-Fi была очень странная ситуация Лично у меня, не знаю, может у вас то же самое повторялось Если я, к примеру, прихожу утром завтракать в кафе Подключаюсь к их Wi-Fi точке доступа Потом ухожу То каким-то образом вечером, приходя домой Смартфон до сих пор думает, что я подключен к точке доступа Wi-Fi утренней И на 5 секунд зависает меню Потом раздупляется и понимает, что этого Wi-Fi давным-давно нет И получается так, что чуть ли не весь день Смартфон пытался подключиться к точке доступа Wi-Fi Которую он почему-то у себя сохранил в кэше Но ее, естественно, не было Это тоже выжирало аккумулятор Вот с приходом iOS 12.1 это исправили Есть маленькие косяки по работе некоторых приложений Но здесь скорее косяк не iOS 12 А скорее всего косяк именно разработчиков программного обеспечения Которые до сих пор не смогли адаптировать свой софт Иногда вылетают некоторые фоторедакторы Такое тоже бывает Иногда какая-то программа тоже дает сбой с анимацией И там не критично И таких программ немного Но все-таки факт налицо Да, iOS 12 хорошая операционка Работает быстро, но до сих пор она не идеальна И знаете что? Мне кажется, что уже не будет такого софта Который будет работать идеально С каждым годом он становится все сложнее и сложнее Все навороченнее и навороченнее И отыскивать просто заблаговременно какие-то баги Компании просто не под силу Невозможно Им приходится использовать нас Конечных пользователей В качестве, так сказать, бета-тестеров Даже на финальных версиях прошивок Вспомните хотя бы одну операционную систему В 2018 году Которая работала бы идеально Такой нет Я такой не встречал iOS местами глючит Android 9 на пикселе Выдает тоже очень большое количество глюков Об этом я расскажу попозже Уже в отдельном видео MIUI 10 Об этом вообще стоит молчать Прекрасно выглядит Быстро работает Но бывают такие конфликты в работе Что просто ужас У Самсунга тоже случаются проблемы У Huawei И их некоторых смартфонов Флагманской серии Там вообще бывает такой зоопарк Что сидишь просто Куда-то шрифту ползает Упирается в экран То есть нет нормального софта В Windows, MacOS Тоже дают иногда забой Все, мы уже живем в то время Когда надеяться на идеальный софт На идеальное программное обеспечение Невозможно Можно искать только какие-то альтернативы Которые более-менее подходят вам Камера iPhone Самый вот животрепещущий момент Потому что накалы страстей Такие что-то просто ужас Все спрашивают Насколько хорошо снимает этот смартфон Правда ли, что он сильно проигрывает По качеству снимка конкурентам И так далее И тому подобное Я могу сказать очень кратко и быстро По сравнению с десятым айфоном Разница существенная На самом деле Особенно в вечернее время Особенно в портретной съемке Действительно сделали приличный шаг Если не сравнивать Вот напрямую То и десятка классно снимает Ты этот классно снимает А когда начинаешь сравнивать Видишь разницу в детализации В тенях В HDR Она действительно есть С точки зрения В сравнении Допустим с Android смартфонами Ситуация тоже банально простая Фото часть У айфона не самая лучшая Он действительно уступает Таким смартфонам Как Google Pixel Как Huawei Просто даже современные Стандарты снимка Как мы привыкли их потреблять Да Быстрый контент В инстаграме Он требует уже немножко Другого подхода То есть мы постоянно адаптируемся Эволюционируем И мы воспринимаем контент по-разному То есть кто-то может говорить Что да Айфон снимает более естественно Более естественные оттенки Более правильный баланс белого Это действительно так Но проблема в том Что современному человеку Это нахрен не нужно Ему нужно Чтобы было красиво А естественный снимок Это не всегда красиво Это тоже правда Но Отчасти в видеосъемке Айфон впереди планеты Все Еще нет ни одного Андроид смартфона Который хотя бы близко Приблизился бы Качеству видеосъемки Новых айфон Съемка ведется просто потрясающе Невероятная детализация Обалденное разрешение Резкость Просто сумасшедшая видеосъемка То есть на сегодняшний день Если вы хотите Иметь какой-то крутой смартфон И при этом не покупать Камеры для видеосъемки Допустим вы хотите Заняться видеоблогингом Снимать влоги Либо что-то еще На первых порах Вам этого айфона Будет хватать вот так За глаза Если вы снимаете Днем Даже вечером Видеосъемка Просто потрясающая К тому же Поправили еще и звук микрофонов Пишет супер Вы сами это все видели В моих сравнительных обзорах Где я показывал Как снимает видео айфон Тут то и говорить нечего Единственный смартфон Который хотя бы близко Может приблизиться По качеству видеосъемки Это Galaxy Galaxy Note 9 Ну и возможно Galaxy S10 Который скоро Будет там В феврале В конце февраля 2019 года То есть вот так Фото часть Она терпимая Абсолютно терпимая Если у вас прямые руки Правильное видение Вы можете выжать Из камеры айфона Потрясающий снимок И сделать это Наверное лучше Чем на большинство Других андроид смартфонов Не считая пикселя Там еще парочки смартфонов С точки зрения Видеосъемки Айфон Очень крут Вот даже сейчас Я пытаюсь помнить Что еще рассказать Вам про этот смартфон Мне даже вот Видеооператор Подсказывает Что сколько мы снимали Смартфонов В этом году Качество звука Динамиков У айфона Тоже самое лучшее Не с точки зрения Громкости Там да А с точки зрения Именно качества Глубины звука Басов Четкости звука Вот даже берешь Google Pixel 3 XL Который играет Громче чем айфон Но качество звука У пикселя Само качество Оно хуже И с айфона Реально приятно Смотреть видосы В ютубе На полной громкости Потрясающий Объемный звук В любом месте Даже в каком-то Громком месте Запускаешь Все отчетливо Слышно Обалденный стереозвук В этом вопросе Да вообще я замечаю Что когда компания Apple берется за звук За звуковые возможности В любом своем гаджете Они делают это очень круто Если взять звук Их ноутбука К примеру Макбука Причем любого Макбука 12 дюймовый Макбук Какой-нибудь старый Air Либо 13 Pro Либо 15 Pro Там просто великолепный звук Я не видел еще ни одного Допустим Windows ноутбука Который играл бы Настолько качественно Вот у меня было огромное количество Разных игровых ноутбуков Да вот казалось бы Игровой ноутбук Там можно поставить Серьезную стереосистему Огромный толстый корпус У нас был MSI за 5000 долларов С двумя видеокартами 1080 Высылая Там тоже был заявлен Сумасшедший звук Я просто ставил рядом 15 Макбук который тоненький Ставил этот MSI И он даже в подметке Не годился по звуку Обычной 15 Вот Apple умеет работать Со звуком Не знаю почему Другие производители Этого не могут HTC неплохо работала Со звуком Делая свои стереодинамики Но на сегодняшний день Серьез воспринимать Смартфоны HTC Нельзя Потому что Ну как можно покупать Смартфон компании Когда ты не знаешь Что с этой компанией Будет в дальнейшем Это тоже кстати Отдельная тема для разговора Многие меня спрашивают А почему именно Смартфоны Apple Ты так любишь Либо же там Смартфоны Google Pixel Любишь Да потому что Когда я покупаю Смартфон Я покупаю Нетехнические характеристики И даже невозможности Этого устройства Я покупаю В первую очередь Видение компании Да вот мне нравится Как видит компания Будущее гаджетов Мне нравится То есть Покупая допустим iPhone Я покупаю еще Кусочек истории Потому что Это большая компания С богатой историей С какой-то концепцией У которой за плечами Огромное количество Разных интересных Вообще событий Покупая No-name смартфон Который там С огромными Крутыми характеристиками Я покупаю Банально просто Железяку Я не хочу покупать Железяку Я хочу купить устройство У которого есть Ну можно так сказать Немножко душа Да я знаю Да я знаю Сейчас огромное количество Людей скажут Что я яблочный раб И прочее Такое Честно мне посрать Мне абсолютно все равно На то Что подумают Обо мне люди Ну то есть Говорю как есть Что нравится Тем и пользуюсь Всегда пользуюсь Двумя разными устройствами Всегда в кармане Есть Android смартфон Всегда в кармане Есть iOS устройство Сейчас у меня дома Валяется MacBook Там я делаю Какие-то рутинные задачи Быстро отвечаю на почту Какие-то вещи В студии На постоянной основе Я сейчас использую Windows ноутбук О котором расскажу Уже на следующий день Это Asus Republic of Gamers Созефирую слова Просто сумасшедший компьютер Здесь тоже есть О чем сказать Поэтому Как бы Вот такие рассказы Яблочный раб Не яблочный раб То есть Вот откровенно говоря Мне абсолютно все равно Кто сейчас доминирует На рынке На рынке смартфонов На рынке компьютеров Мне если честно Наплевать Потому что Я просто буду пользоваться То Что является лучшим По моему мнению Да Если завтра появится Компания Которая сделает что-то Для меня Очевидно лучше Чем Apple И я просто откажусь От Apple И буду пользоваться Другим устройством Сейчас Так как такого не существует Мне приходится Выстраивать какой-то баланс То есть Пользоваться Одновременно Несколькими устройствами И брать лучшее От одного рынка И лучшее От другого рынка Да и к тому же Если говорить откровенно То я уже Ловлю себя на мысли Которую неделю подряд Что рассказы Для аудитории Про дорогие устройства Про дорогущие смартфоны Про дорогущие Компьютеры И планшеты Это уже мне кажется Лично гиблое дело Потому что Акценты массовой Аудитории Массового зрителя Очень сильно сместились Ну раньше Было по приколу Людям смотреть на устройства Которые они не могут Себе позволить Ну скажем так Чтобы пофантазировать Помечтать Получить какое-то удовольствие Сейчас на рынке Существуют такие устройства Которые стоят В два раза дешевле Люди понимают Что себе Они их могут позволить Поэтому Информацию Про более дорогие устройства Более элитные устройства Они просто воспринимают В штыки И действительно Даже для себя Я уже отметил Что вот Apple Упускает новые планшеты Которые стоят дорого Новые компьютеры Которые стоят дорого Они даже мне уже Не интересны Ну то есть Конечно Мне было бы интересно Это все протестировать Но с точки зрения Фактической покупки Нет Ну я не буду Наверное покупать себе Дорогущий планшет Если получится Взять его на какое-то время Для теста Я это сделаю Я не буду покупать себе MacBook Air Там нормальная конфигурация Потому что Это дорого И ну для меня Это незачем Поэтому рассказы Про что-то дорогое Со временем Начинают просто Переставать быть актуальными Для Опять-таки Для массовой аудитории Я понимаю Людей Которых бомбит От дорогих устройств Они смотрят на эти ценники И у них оно в голове Не умещается Как можно отдать За смартфон Полторы тысячи долларов Как можно отдать За компьютер Три тысячи долларов Не буду называть Более страшные суммы Чтоб совсем у людей Там планку не переклинило И поэтому Стараюсь удерживать Какой-то баланс В своих повествованиях Пора заканчивать Это видео Потому что Оно уже превращается В какой-то видео Подкаст Вряд ли сейчас Вообще кто-то досмотрит Его до конца Такой хронометраж Дрин И только тех Кто максимально Как бы релевантен Мои мыслим Да Люди которые будут Это слушать И понимать Что они думают Точно так же Как я Наверное Они дослушают до конца В последнем пункте Я хочу отметить Работу в Face ID И вообще Эту технологию В прошлом году Apple сделала Смартфон с монобровью И функцией Face ID Вот до конца Я до сих пор понимаю Почему это было сделано Почему монобровь Почему Apple сделала Монобровь Потому что Для той работы Face ID Как она реализована Сейчас Монобровь Действительно неизбежна Разместить такое Количество датчиков Да Оно того стоило Зачем это делали Android производители Я до сих пор Не могу понять Потому что В Android смартфонах Разблокировка по лицу Это просто банальность Смартфон просто Разблокируется по лицу И все Face ID Вот очень много людей В комментариях Пишут типа Ой Face ID Это типа такая ерунда Неудобная Ты пользовался ей Что ты так пишешь Ну то есть Как можно вообще Такое сказать Face ID На сегодняшний день Это идеальный инструмент Для работы со смартфоном Потому что Face ID Это и разблокировка Смартфона И автозаполнение Паролей И платежи В интернете Ну то есть Это то Чего не смогли сделать В Android И самое смешное Я понимаю Почему это произошло Почему Android Производители Не смогли Сделать нормальные Функции Разблокировки лица И привязывать Его к каким-то Программным И вообще Системным Возможностям Потому что Здесь все зависит Сугубо от компании Google Для того чтобы понять Что получилось У других производителей Или не получилось У других производителей Нужно смотреть На возможности Смартфонов Google Pixel Только так В Google Pixel Как вы видите Нет такой поддержки Это означает Что сама компания Google в Android Это еще Не реализовала И здесь возникает вопрос Если это Android не реализовала И не предоставила Возможность Другим производителям Использовать Такие функции То это получается Что Samsung Huawei Xiaomi И другим компаниям Приходится Все это делать Самим с нуля То есть Им приходится Создавать Собственные Какие-то алгоритмы И принципы Работы сканера По лицу Чтоб он Разблокировал Там не только Смартфон И еще позволял Делать какие-то Интернет платежи Это совершенно Другой уровень Безопасности И прочих Других Нюансов Поэтому Пока Компания Google В Android Нативно Не сделает Возможность Допустим Платить При помощи Лица В Android Этого Ждать У других Производителей Тоже не стоит Друзья Как вы поняли Я могу развивать Эту тему Еще 30-40 минут Поэтому я просто Закругляюсь Напишите В комментариях Все что вы думаете По поводу Сказанного Только делайте Это Аргументированно Без Дебильных Доводов Яблочный Раб Опять Продался Apple И нормально Руководствуясь Своими мыслями Мозгом И собственным мнением Ну если у вас Мнение будет Какое-то некорректное Я либо не отвечу На него Либо же отвечу В такой же форме Которой вы этого Заслуживаете Поэтому Ставьте лайк Подписывайтесь на канал До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok